Густые леса и полноводные реки. Просторные луга и кристальные озера. Многообразный животный и растительный мир. Уникальное историческое и культурное наследие. Всё это – Земля наша. А это – главное богатство Земли нашей. Её люди. Съёмочная группа программы «Земля наша» продолжает знакомить телезрителей с интересными людьми нашего региона. Сегодня мы расскажем о женщинах, которые своими трудовыми подвигами прославляют Жлобинский район. Познакомимся с сотрудницей Белорусского металлургического завода. Узнаем, как проходят будни председателя сельского совета. Пообщаемся с успешной бизнес-леди, а также с заслуженным работником культуры БССР. О ярких, талантливых и трудолюбивых жительницах Жлобинского района смотрите прямо сейчас. Жлобинский район расположен на северо-востоке Гомельской области. Площадь района – 2100 квадратных километров. На территории расположено 17 советов, в том числе 16 сельских и один поселковый. Численность проживающего населения – почти 105 тысяч человек. У Жлобина богатая история. Это один из красивейших городов нашей страны, стоящий на высоком берегу Днепра и возникший в давние времена на историческом торговом пути из Варяг в Греки. Археологические раскопки свидетельствуют, что город существовал задолго до его первого упоминания в 1654 году под названием «Злобин». Современный Жлобин – это транспортный узел автомобильных и железных дорог, один из промышленных и культурных центров Гомельской области. Его визитная карточка – Белорусский металлургический завод. В связи с этим местные жители дали неофициальное название «Город металлургов». Всего же в районе 16 промышленных предприятий, представляющих металлургическую, легкую, мебельную, пищевую, мясоперерабатывающую, молочную и лесную отрасли экономики. В бизнесе Татьяна Семисотова уже три десятка лет. Когда-то именно благодаря ее усилиям в «Злобине» появился первый книжный магазин. Период становления собственного дела был непростым. Работать приходилось, не покладая рук. Однако и плоды свои это приносило. Со временем, чтобы удержать покупателя, одних книг стало мало. Нужно было заинтересовать другими товарами. Татьяна Семисотова приняла решение расширить ассортимент предлагаемой продукции. Для того, чтобы выжить нам и удержаться на плаву, нам пришлось группу товара, канцтовары, закупать для магазина. Это понравилось и клиентам, потому что и цена хорошая идет, и большой выбор. Сегодня магазин предлагает широкий выбор канцелярских товаров и сувениров. Однако главный акцент по-прежнему на книжную продукцию. В ассортименте научная, художественная, учебная литература. Если необходимой книги нет в наличии, можно сделать заявку, и ее доставят в течение нескольких дней. И пусть сегодня с развитием цифровых технологий книжное чтение не столь популярно, и покупательский спрос упал, Татьяна Семисотова не унывает. Ведь для нее заработок денег никогда не стоял на первом месте. Главное – возможность заниматься любимым делом. Книги стали неотъемлемой частью ее жизни еще со школьной скамьи. Тот человек, который читал книгу и брал ее в руки, он и будет продолжать ее брать. И он будет ее читать. Электронный вариант – это электронный вариант. Вы его прочитали, вы его забыли. А книга – есть книга. Я надеюсь, что все-таки люди поймут это и опять же вернутся в книжные магазины. Сама же Татьяна Семисотова признается – читать любит художественную и научную литературу. Еще книги по огородничеству, так как является заядлой дачницей. Неравнодушие к чужой беде – еще одна характеристика нашей героини. Как считает Татьяна Ивановна, нельзя жить только для себя. Если есть возможность оказать помощь, нужно обязательно это сделать. Уже многие годы Татьяна Семисотова состоит в Жлобинской районной организации «Белорусский союз женщин», в составе которой она стала инициатором десятка различных благотворительных акций. Все, кто знает Татьяну Семисотову, говорят о ней, как о человеке, в котором гармонично сочетаются добродушие, профессионализм, надежность и готовность всегда прийти на помощь. Татьяна Ивановна – замечательный человек, никогда никому не откажет в помощи. Очень трудолюбивая женщина. Благодаря ее профессионализму и активности, магазин многие годы идет в ногу со временем. На вопрос о формуле успешности в бизнесе Татьяна Семисотова отвечает. Нужно с уважением относиться к людям, которые работают рядом с тобой. Тогда и возникающие трудности преодолевать будет гораздо проще. Просто-напросто надо доверять людям. А люди – тебе. Вот это единственная формула. Если будешь просто-напросто все брать только для себя, то это не будет такого бизнеса. Татьяна Семисотова – человек целеустремленный. Она всегда ставит перед собой новые задачи, и чем сложнее, тем интереснее. Трудовые будни председателя сельского совета практически всегда насыщенные и непростые. К решению каждого вопроса необходимо подходить с особой ответственностью. Третий год председателем Коротковического сельского совета является Анжела Васильевна Науменко. Рабочий день, как обычно, начинается с обсуждения наиболее значимых тем и подготовки к проведению различных мероприятий. Сегодня у нас работает смотровая комиссия по графику, поэтому мы решили посетить многодетные семьи. Вот сейчас мы посещаем Нестерович Александра Александровича и Нину Леонидовну, многодетную семью. Семья Нестерович в Коротковическом сельсовете на хорошем счету. Муж работает на БМЗ, а супруга в местной школе. Во время довольно частых визитов смотровой комиссии каких-либо нарушений выявлено не было. Многодетной семье дарят два новых пожарных извещателя. Помощь, может, и небольшая, но точно лишней не будет. До свидания. Большое спасибо. Рождите здоровенькими пульсами. Всего хорошего вам. Спасибо вам большое. Счастливо. Для одиноко проживающей Раисы Шестопаловой такие визиты тоже не редкость. Сотрудник МЧС проверяет состояние пожарных извещателей, работники социальных служб проводят необходимые консультации. Еще одна важная форма работы председателя сельсовета – приемы граждан. Проблемы сельских жителей имеют свою специфику. Они, возможно, не столь глобальные в масштабах района или области, но назвать их незначимыми либо второстепенными никак нельзя. Кому-то нужно помочь по хозяйству, привезти сено, покрасить забор, другим почистить колодец, доставить из города лекарства. Приемы у председателя традиционно проходят по средам. Плюс субботние прямые телефонные линии. Каких-то глобальных проблем в сельсовете сегодня нет. Однако, как отмечает Анжела Науменко, второстепенных либо неактуальных вопросов не бывает. Каждую проблему, возникающую на подведомственной территории, необходимо воспринимать как собственную и прилагать максимальные усилия для ее разрешения. Здесь нельзя не вникнуть, потому что это люди, они, если пришли с вопросом к тебе, ты должен разъяснить ему, ты должен показать и не показать то, что ты не можешь понять этот вопрос. А ты должен просто, если ты шел на эту должность, ты же определенно понимал, куда ты идешь. Председатель сельского совета постоянно посещает предприятия и организации, которые находятся на ее территории. Один из последних визитов в Коротковичскую амбулаторию. В техническом арсенале учреждения современное оборудование, позволяющее оказывать качественную и своевременную медицинскую помощь. Полное взаимодействие и слаженная работа специалистов амбулатории и председателя сельского совета позволяют решать широкий спектр вопросов. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Спасибо, хорошо проходите. Вопросы есть у вас какие-то? На данный момент пока нет, слава богу. Все хорошо. Все хорошо, работаем. Хорошо, замечательно. Пока нет. Много больных в связи с этой погодой? Именно с простудными заболеваниями нету такой спешки. Немаловажным является и культурная жизнь сельсовета. Сегодня тут существует самобытный коллектив, народный ансамбль Сузория, а также многочисленные кружки по интересам для детей. Во время визита в учреждение культуры Анжела Науменко не только подводит итоги уже проделанной работы, но и сразу ставит новые задачи. К слову, и всегда оказывает помощь для их выполнения. Она решает очень важные, серьезные вопросы по организации праздников больших. Собирает оргкомитет. И, конечно же, для нас это легче, потому что очень сложно собрать все организации, подготовить большое мероприятие. И мы, как культурные работники, не все в наших силах, так сказать. Также помогает нам и в благоустройстве нашего здания. Общается с различными спонсорами и выделяются нам денежные средства также для благоустройства здания сельского дома культуры. Анжела Науменко перед тем, как возглавить Коротковичский сельсовет, 13 лет проработала бухгалтером в Жлобинском лесхозе. На новой должности всего три года. Наша героиня признается, вначале было очень сложно привыкнуть к ненормированному графику. Рабочий день может начинаться с самого утра и заканчиваться поздним вечером. И спланировать заранее ничего нельзя. Внезапно могут возникнуть вопросы, требующие неотложного решения. Это хорошо, что у меня уже дети взрослые, поэтому не так привязано к дому. В другой раз ты выезжаешь в пять часов, можешь приехать в восемь вечера. А если на дойку поехал, то и попозже. А дойки летом заканчиваются совсем поздно, в 11 часов, поэтому очень сложно. Да, эмоциональная женщина, понимаете, она желает выплеснуть эту эмоцию. Тоже надо сдерживать, контролировать себя. Поэтому, конечно, сложно. Какие-то вопросы ты даже сама можешь не понять. Надо проконсультироваться. Не в всех вопросах владеет женщины, поэтому, конечно, сложно. Но у вас интересная работа, да? Очень интересная. Потому что, я еще раз повторюсь, никогда не планируешь день, ты даже не знаешь, чем он тебе может закончиться. Поэтому это творческая работа. С каждым человеком ты общаешься, ты тоже как бы, ну, ты должен понять это от человека, должен уникнуть его в беду, там, или вопрос в него. Поэтому очень интересно. Очень важно в работе председателя сельского совета также умение налаживать дружеские контакты. Взаимодействие с местным хозяйством и Рогачевским МКК – хорошее подспорье для решения проблемных вопросов. Важно, да, когда есть взаимопонимание между руководителями, и это помогает решать возникающие проблемы. Конечно, конечно. Потому что бюджет совета маленький, а все-таки помощь, когда оказывают, это большое подспорье. И хоть дорогу почистить какую-то проселочную, хоть огородить кладбище или в любом вопросе по благоустройству. Главным для Анжелы Науменко является благополучие и комфорт людей. Сегодня на территории Коротковического сельского совета находится шесть населенных пунктов, в которых проживает около 1100 человек. Наличие агропромышленного предприятия дает возможность нормального заработка, а развитая социальная сфера создает условия для достойной жизни сельчан. Люди, когда меньше обращаются в совет, это значит, что все хорошо у них. Вот когда меньше обращений, это даже очень замечательно. Значит, в населении все замечательно, никакие проблемы их не волнуют, и все у них хорошо. Это самое главное для председателя совета, чтобы люди были довольны своей жизнью. Работать по совести, помогать людям и никогда не унывать – таков жизненный девиз нашей следующей героини Анжелики Сахарной, которая трудится на главном предприятии Жлобина – Белорусском металлургическом заводе. Лаборатория металлографии метизного производства. Здесь я работаю. Мы исследуем с помощью микроскопов структуру катанки, тонкой проволоки и металлокорда, латунированной заготовки, все, что относится к качеству металла. Вот в такие микрошлифы мы закладываем различные образцы и затем исследуем их с помощью микроскопа. Прежде чем металл станет конкурентоспособной продукцией, необходимо обеспечить его высокое качество на всех этапах производственного цикла. И одна из главных ролей отводится сотрудникам лаборатории. Их труд может и не так заметен, как, к примеру, Столеваров, и порой остается в тени, но переоценить его невозможно. Центральная заводская лаборатория очень плотно сотрудничает с техническим управлением и исследовательским центром. Мы проводим очень много совместных научно-исследовательских работ. И от качества нашей работы зависит качественный уровень нашей продукции. А она у нас на высоком уровне, потому что мы работаем с очень именитыми потребителями. Анжелика Сахарная – одна из самых опытных сотрудниц заводской лаборатории. На БМЗ трудится с 2000 года. Начинала лаборантом-металлографом, а сегодня является ведущим инженером. К своей работе всегда относится с полной отдачей. Постоянно опубликуется в многочисленных периодических изданиях, участвует в проведении научно-исследовательских работ. К 30-летию нашего предприятия был выпущен справочник «Атлас» дефектов стальных заготовок и металлопродукции, в числе авторов которых есть и коллектив нашей лаборатории. Мы очень гордимся этим документом. Он является сейчас справочным руководством к работе не только в лабораториях метизных цехов, но и прокатных. Сколько трудились над этим справочником? Это же был длительный процесс, да? Сбор информации, написание. Наверное, со дня основания завода мы и трудились над этим справочником. То есть те люди, которые начали собирать материал для данного справочника, уже давно на пенсии. А мы продолжаем их дело. Работа у микроскопа кропотливая, требующая повышенного внимания и усердия. Несмотря на то, что изучать один образец можно до пяти дней, сложной либо скучной свою деятельность наша героиня не считает. Говорит, так может показаться лишь далекому от профессии человеку. У меня очень интересная работа. Работа, которая не дает сидеть на месте. Но вы сами понимаете, что мы вот смотрим в недры металла. То есть мы все про него знаем. И, наверное, только металлографы знают все про металл внутри. И очень интересно исследовать нашу продукцию. Очень интересно видеть, как она производится. И очень, конечно, мы рады за то, что она на мировом уровне у нас звучит. Анжелика Сахарная настоящий профессионал своего дела. Но кроме этого, она и талантливый лидер, умеющий объединить вокруг себя активных сотрудниц предприятия. В первичной заводской организации «Белорусский союз женщин» является заместителем председателя. Постоянно участвует в различных благотворительных и общественных акциях. Я как коллега могу сказать, что в Анжелике Александровне очень гармонично сливаются именно эти качества классного специалиста, специалиста-металловеда и души нашего коллектива. Потому что все мероприятия, которые у нас проходят вне стен нашей лаборатории, вне завода, всегда проходят с ее активным участием. По любому вопросу мы можем обратиться к ней за советом и получить хороший, добрый, женский совет. Анжелика Сахарная вносит огромный вклад и не только в развитие родного завода. Вот уже третий созыв, она является депутатом районного совета. И на этом поприще также добивается успехов. Главным считает возможность изучать нужды и запросы людей и в результате оказывать необходимую помощь. Мне нравится работать с людьми. Я люблю приносить пользу людям. Я участвую в очень многих благотворительных мероприятиях. Конечно же, больший акцент делаю на женское движение, молодежное движение, помощь ветеранам. Ну, также, конечно, развитие культуры города. Находит время Анжелика Александровна и для своих многочисленных увлечений. Городской центр культуры стал практически вторым домом. Здесь можно отдохнуть после насыщенного рабочего дня, а также набраться силы для дальнейших трудовых и общественных подвигов. Ах, как я была влюблена в мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это теперь. Тяга к сцене у нашей героини была с детства, во многом благодаря отцу-музыканту. Правда, во время учебы в институте мысли о сценических подмостках поутихли. Тогда был сделан выбор в пользу карьеры в металлургической отрасли. С годами желание петь вновь появилось. В городском центре культуры получилось проявить еще и артистические способности. Многие годы Анжелика Сахарная состоит в труппе Народного театра. Каждый день в связи с профессиональной и общественной деятельностью, а также различными увлечениями, расписан буквально по минутам. Да, кроме этого, конечно же, у меня семья, взрослые дочери, но у меня есть внучка. Поэтому с внучкой я провожу еще время много. Ну, еще мы очень любим ездить на машине, путешествовать по Белоруссии. Но именно на машине, чтобы мы могли остановиться возле каждой достопримечательности, понимаете? И все рассмотреть, и все увидеть. Вот, поэтому как-то я вот планирую, ну, я, скажем так, пытаюсь составить график так, чтобы на все хватило времени. Анжелика Сахарная – пример профессионализма, целеустремленности, самоотдачи. Наряду с яркой индивидуальностью и активной жизненной позицией – это главные составляющие успеха в любой сфере. Будь то карьерный рост, общественная деятельность, либо творческие увлечения. Жлобинский район Имя Галины Станиславовой хорошо знакомо жителям Жлобинского района. Долгие годы она является бессменным руководителем Народного вокального ансамбля Городского центра культуры. Свой творческий путь начала еще в 1954 году. В возрасте 19 лет уроженка Гомеля приехала в Жлобин на работу. Тогда казалось, что ненадолго. Однако судьба распорядилась иначе. Галина Ивановна осталась насовсем, о чем сегодня нисколько не жалеет. «Все, что было, то прошло, все сгадали утекло, тамго, тамго». В Народном вокальном ансамбле задействованы непрофессиональные артисты. Однако на качестве исполнения это не отражается. Все благодаря педагогическим способностям Галины Ивановны. На каждой репетиции она работает на максимуме с молодежным задором, как и в начале своего творческого пути. Галина Ивановна, поделитесь секретом своего долголетия в творчестве. Как спустя столько лет вам удалось сохранить любовь к музыке, любовь к своей профессии? Ну, я не знаю, тут, мне кажется, секрета никакого нет. Ну, вот, окончила музыкальное училище Гомельское, тогда еще был не колледж, а училище. Выбрала себе, не то, что мне предложили несколько этих, я жлобин, потому что он ближе всего к Гомелю. Вот, да еще тут моя тетя жила, так не было где остановиться. Ну, и вот так вот осталось здесь работать, как-то, я не знаю, может, такой характер. Тут и привычка, и как-то уже одно за другое цепляется. Мне кажется, любой человек, если он работает, он привыкает, и через привычку возникает в какой-то степени любовь. В коллективе установился благоприятный микроклимат. О Галине Ивановне и его участники отзываются исключительно с теплом и уважением. Не знаю, не знаю, может, потому что как-то они, не даю им дома сидеть, а именно вот сюда вот тяну, в другой раз они и не очень-то любят меня, когда начинают что-либо там говорить или ругать за что-то. Ну, понимаете, у человека должна быть отдушина. Вот они ходят сюда, и мне кажется, что это им как-то дает какое-то, ну, в жизни что-то такое. Нет, самые тяжелые минуты жизни, кажется, уже у нас, вот такое бывает у каждого из нас. Галина Ивановна нас просто вытаскивала. Понимаете, она просто нам давала продолжать жить, и все горечи как-то уходили на второе. Настолько преданного своему делу человека встретишь нечасто. Так можно сказать о нашей героине. Галина Ивановна Станиславова – это кладезь женской мудрости, тактичности, сдержанности и силы духа. Для каждого она найдет добрые, теплые слова, протянет, если потребуется, руку помощи, даст совет и напутствие. Я вроде бы пришла недавно, но восхищалась все время Галины Ивановны. Она у нас знаменитость нашего города. Я считаю, что это достояние нашего города. И поэтому я пришла сюда, и вы знаете, что я пришла, и не смогла больше не ходить сюда. Мы знаем, что здесь нас ждет понимание, эмоциональный комфорт. Это замечательно, когда мы поем, мы чувствуем себя прекрасно. В ансамбль я пришла 20 лет назад. Мне еще было тогда только 31-32 года. И за всю эту деятельность, вернее, участие в ансамбле, я никогда в жизни не слышала, чтобы Галина Ивановна когда-нибудь повысила голос, чтобы она на кого-нибудь крикнула. За свою творческую жизнь Галина Станиславова собрала немало наград. Она была отмечена почетными званиями заслуженного работника культуры БССР и заслуженного работника культуры уже суверенной Беларуси. Кроме музыки, Галина Ивановна увлечена и театральным искусством. Когда-то ей даже предлагали стать актрисой областного драматического театра. Однако покинуть Жлобин Галина Станиславова не решилась. А спустя время на актерском поприще она смогла реализовать себя в Народном театре городского центра культуры. В спектакле «Снежная королева» у нее одна из главных ролей. Однако это скорее увлечение. Главное внимание по-прежнему музыки. Впереди немало выступлений. Коллектив Галины Ивановны – почетный гость на всех районных мероприятиях. Мне вот так вот кто узнает, вот так говорят, а как она еще работает. Ну работаю, да. Но я вот так вот подумала, ну действительно, вот и дома бывают какие-то такие, что вот сколько ты будешь ходить на работу. Ну я подумала, что, ну хорошо, я уйду, но может быть, может быть, с новым руководителем они и останутся. А может и нет. Всецело отдавая себя любимой работе, Галина Ивановна Станиславова никогда не останавливается на достигнутом, ставя перед собой самую главную цель и дальше служить искусству. Именно благодаря таким людям сохраняется культурное наследие в нашей стране. Сегодня мы лично убедились, наши героини удачно совмещают умение преодолевать жизненные трудности, создавать домашний уют, быть успешными в работе и в то же время оставаться нежными и хрупкими. Каждая из них воплощает образ настоящей женщины и является примером для подражания. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся совсем скоро в новых выпусках передачи «Земля наша». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok